Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. У меня на канале уже имеются видео про различные реле напряжения, как однофазные, так и трехфазные, необходимые для защиты электрооборудования и электроприборов от повышения или понижения напряжения в сети. Чем грозит отклонение напряжения в сети от нормы и какая величина напряжения является нормой? Повторяться сейчас я не буду, об этом я рассказывал в моих следующих видео, в которых подробно и последовательно объяснял все эти моменты. Первое видео это было про однофазное реле напряжения RV32A. И второе видео это про трехфазное цифровое реле напряжения V-Protector 380В. Ссылочки на эти видео будут размещены в описании под видео. Целью же данного видеоролика является знакомство с альтернативой перечисленным выше реле напряжения в лице такого простенького на первый взгляд устройства, как рассыпитель максимального и минимального напряжения, обозначаемого как RMM-47 от компании EEC. Подобное устройство выпускают и другие производители, но в данном видео рассмотрим экземпляр именно от компании EEC, и причем уже обновленной серии. Артикул у него MVA-01D, RMM. И уже по традиции, сначала я сделаю небольшой обзор данного устройства, а затем протестирую его работоспособность на реальном примере. Итак, поехали. Расцепитель максимального и минимального напряжения RMM-47 необходим для контроля величины напряжения в сети. В случае его превышения или понижения, RMM-47 воздействует на отключение соответствующего автоматического выключателя. Краткие технические характеристики RMM-47. Номинальное напряжение питания 230 В. Диапазон рабочих напряжений составляет от 50 до 275 В. Время отключения при срабатывании от уставки минимального напряжения составляет 0,2-0,5 секунды. А время отключения при срабатывании от уставки максимального напряжения находится в пределах от 0,05 до 0,15 секунд. Число циклов включить-отключить составляет не менее 10 тысяч. Как вы уже успели заметить, RMM-47 имеет стандартную ширину 18 мм и занимает в щите всего один модуль. Он предназначен для работы в паре с однополюсными, двухполюсными, трехполюсными и даже четырехполюсными автоматами типа VA-4729, VA-4729М и даже VA-47100. Для автоматов других серий, например, VA-88 имеются свои собственные расцепители минимального напряжения, такие как РМ-125, РМ-250 и другие. По дизайну расцепитель полностью идентичен автоматам серии VA-4729 и VA-47100. Он стыкуется с автоматом с правой стороны. При этом автоматический выключатель обязательно должен быть отключен. А кнопка возврата расцепителя нажата. То есть вот она, эта кнопочка, она должна быть нажата. Для соединения расцепителя к автомату на его стенке имеются три направляющих рифленых стержня. Раз, два и три. Которые плотно вставляются в соответствующие отверстия правого бока автомата. Вот отверстие, вот и вот. Помимо направляющих стержней, на расцепителе имеется боковой движущийся шток. Шток, который помещается в боковое отверстие автомата. Вот в эту самую прорезь. В случае срабатывания РММ-47 данный шток воздействует на отключающий механизм автомата, тем самым его отключая. То есть соединение расцепителя с автоматом происходит следующим образом. Автомат должен быть отключен. Кнопка возврата на расцепителе нажата. Соединяем, вставляем вернее направляющий стержень в правую сторону автомата. И готово. Никаких фиксирующих защёлок здесь нет. Расцепитель вставляется в автомат до упора. Как видите, ничего сложного в соединении автомата с расцепителем нет. Вот так вот выглядит однополюсный автомат в сборе с расцепителем РММ. Ставим его на один рейку. И готово. Аналогичным образом стыкуется ей трёхполюсный автомат. Вот трёхполюсный автомат. У него также здесь имеются три отверстия для стержней и прорезь для штока. То есть проверяем, автомат должен быть опять же отключен. Кнопка расцепителя нажата. Соединяем. Готово. Можно пользоваться. Кстати, расположение автомата с расцепителем может быть как горизонтальным, так и вертикальным. На работоспособность это никак не влияет. В итоге получается, что с помощью расцепителя РММ-47 можно контролировать напряжение не только в однофазной сети, но и в трёхфазной. Правда, во втором случае контроль напряжения будет происходить, будет осуществляться исключительно по одной фазе. Что явно недостаточно для трёхфазных электроприёмников. При подключении расцепителя минимального и максимального напряжения РММ-47 зачастую возникают разногласия и ошибки. Кто-то подключает расцепитель до автомата, а кто-то после. А как же всё-таки правильно? Правильным является подключение расцепителя только после автоматического выключателя. Например, для квартиры это будет являться вводной автомат. Также вы можете защитить любую и отходящую линию в щите. Это всё на ваш выбор. У расцепителя РММ-47 имеется два вывода, обозначаемые как D1 и D2. Вот это, предположим, у нас вводной автомат. Это мы присоединили к вводному автомату наш расцепитель. И теперь будем его подключать. С нижней клеммы вводного автомата делаем перемычку, фазную перемычку, фазу на клемму D2 рассцепителя РММ-47. А на клемму D1 подключаем 0, например, с нулевой шины N. Рассцепитель можно подключить и наоборот. То есть на клемму D1 подключить фазу, а на клемму D2 0. Устройство от этого не сгорит, так как у него на входе установлен диодный мост. И полярность ему не важна. Мне привычнее подключать фазу с нижней клеммы на клемму D2. Вот сделали фазу, а ноль подключаем на верхнюю клемму. Вот это у нас вывод уходит уже на нулевую шинку. Вот таким образом. Ну и всё. Теперь осталось на вводной автомат, на верхнюю клемму вводного автомата подключить фазу питающую квартиру, а на нулевую шину 0. Для наглядности приведу пример схемы квартирного щита с подключением рассцепителя РММ-47. Даже если вы подключили рассцепитель после автомата, то в любом случае необходимо убедиться в том, что сам автомат подключен соответствующим образом. Я имею в виду то, что питающая фаза приходит на его неподвижный контакт, то есть на верхнюю клемму. Как в моём примере. Порой в этажных щитах питание к вводным автоматам подключают снизу на подвижный контакт. Лично я не сторонник такого подключения и своё мнение по этому моменту уже подробно озвучивал. В таком случае питание для рассцепителя придётся подключать к верхней клемме автомата на его неподвижный контакт. Почему я акцентирую такое внимание на этом? При понижении или повышении напряжения в сети, рассцепитель срабатывает и приводит своим штоком к отключению автомата, который в свою очередь должен снять напряжение с самого рассцепителя, а иначе он сгорит и выйдет из строя. Не верите? Дело в том, что я изначально и сам к этому отнёсся скептически, ведь рабочее напряжение рассцепителя, согласно его технических характеристик, находится в широких пределах от 50 до 275 вольт. Поэтому и подключил изначальный рассцепитель напрямую, то есть не через автомат, а прямо отдельной фазой. Затем я стал плавно уменьшать напряжение на испытательном стенде, и на практике всё оказалось наоборот. При напряжении порядка 180 вольт, рассцепитель сильно загудел, завибрировал и в итоге сработал. При этом его шток должен был воздействовать на отключение вводного автомата, и соответственно после отключения автомата рассцепитель должен был обесточиться. Но я же подключил рассцепитель напрямую, фазу взял напрямую, а не через автомат. Поэтому напряжение на рассцепителе у меня оставалось какое-то непродолжительное время. Почему непродолжительное время? Да потому что произошел хлопок, и из рассцепителя пошел густой дым. Естественно, что рассцепитель вышел из строя. Но коль я его уже сжег, то решил вскрыть и показать вам его внутренности. Разобрал корпус. Ну и сразу видно, это вот стоит катушка. И видны следы нагара. То есть, вон видите, в той области. Ну видите, здесь отчетливо видно, опять же, следы нагара, как я уже говорил. А вот сам виновник, сама катушка. При приложении напряжения 220 вольт, номинальное напряжение, стал снижать напряжение, ну примерно до 180-190 вольт. Произошел хлопок, пошел дым, появился резкий запах гари. Ну и я отключил от сети данное устройство. Ну вот, как видите, результат. Вот, это сгоревшая катушка. При изучении платы, еще дополнительно обнаружил, что вышел из строя вот этот транзистор. Видите, сколотый. То есть, сколотый краешек у него. Вот, так, наверное, видно будет. Что послужило уже следствием, то ли транзистор сначала вышел из строя, то ли уже сама катушка вышла из строя, остается только догадываться. Тем не менее, факт остается фактом. Рассепитель максимального и минимального напряжения, РММ-47, вышел из строя. После случившегося, я сразу же обратился в поддержку ЕЭК за разъяснениями. Дело в том, что при выходе напряжения питания за пределы ниже 186 Вольт и выше 260 Вольт, через катушку начинает протекать повышенный ток для ее срабатывания. Время, рассчитанное для протекания этого тока, скорее всего, и заложено в технических характеристиках РММ, которые я вам уже озвучивал. Если же не снять напряжение с рассыпителя, то его катушка будет нагреваться от прохождения повышенного тока и просто-напросто сгорит, как и произошло в моем случае. Вот такие вот дела. Рекомендую после каждого срабатывания рассыпителя дать ему немного времени остыть. Ну, предположим, что у вас сработал рассыпитель, но напряжение в сети еще находится не в норме. Вы пытаетесь снова взвести рассыпитель, и включить автомат, что приводит к очередному отключению. Если продолжать эту процедуру без остановки, то, скорее всего, он также выйдет из строя. В общем, если вы правильно подключите РММ-47, рассыпитель РММ-47, и будете придерживаться всех озвученных рекомендаций, то рассыпитель будет стоять на страже входного напряжения сети вашей квартиры или дома еще долгое время. А теперь самое интересное. Проверим работоспособность данного рассыпителя. В общем, я подключил его соответствующим образом. Вот приходит у нас фаза с источника на вводной автомат. Проходит через вводной автомат. Здесь перемычка на клемму D2, фаза. И клемма D1 подключена на ноль. Вот он у нас ноль. Ну что, вот, включаем автомат. Это у нас часть готова. Здесь подключил к источнику мультиметр, чтобы отслеживать напряжение сети. Ну, давайте для начала подадим 220 вольт. Ну, вот, 220 вольт. Итак, проверим уставку минимального напряжения. С помощью лабораторного автотрансформатора AllatRa я буду плавно снижать напряжение сети. И зафиксируем, при каком уровне напряжения сработает наш расцепитель. Напомню, что уставка минимального напряжения, согласно паспорта, составляет 165 плюс-минус 10 вольт. Итак, поехали. Снижаем напряжение. 180 вольт. 174. 173. 172. 170. Оп! Как видите, расцепитель РММ-47 сработал при напряжении порядка 170 вольт. И отключил автоматический выключатель. Уставка минимального напряжения находится в пределах заявленных характеристик. После срабатывания расцепителя на его лицевой стороне выскочила кнопка возврата или RESID. И для повторного включения автомата сначала необходимо нажать кнопку возврата, а потом уже звести автомат. Иначе у вас автомат просто-напросто не включится. То есть нажимаю сначала кнопку возврат и потом включаем уже автомат. Ну давайте второй раз проверим. Также уставку минимального напряжения. 175 вольт. 170. 170. 172. Автомат отключился. То есть опять, видите, не включается. Чтобы включить автомат, сначала нажимаем кнопку, потом заводим автомат. Очень жаль, что производители не придумали, как разделить защиту самого автомата, то есть перегруза и короткое замыкание, от защиты при отклонении напряжения сети. Вот предположим, отключился у меня вводной автомат. Я подошел к щиту. И как мне обычному обывателю определить, по какой же все-таки причине отключился у меня вводной автомат. От защиты короткого замыкания или перегруза или же все-таки от отклонения напряжения в сети. Может быть, производители в дальнейшем поразмышляют над этим вопросом и немного изменят конструкцию рассыпителя. Например, установив на лицевой панели RMM-47, помимо кнопки возврата, еще какой-нибудь индикатор-флажок, символизирующий о том, что, например, отключение произошло именно от срабатывания рассыпителя, а не от защиты автомата. я думаю, что это вполне осуществимо и выполнить это не так и сложно. Для интереса проверим работу рассыпителя RMM-47 с трехполюсным автоматом. Кнопку нажал, автомат взвел, поехали. Уменьшаю напряжение, а также уставку минимального напряжения проверим. 180 вольт, 173, 172. Оп! 169,8 отключение было. Рассыпитель в паре с трехполюсным автоматом сработал практически при таком же напряжении сети, то есть порядка 170 вольт. Ну, давайте еще. Так, вначале взведем. Уменьшаем напряжение. 200 вольт, 180 вольт и потихонечку тут 172, 171. Оп! Ну, 174 было примерно. То есть, автомат отключился. В идеале бы сымитировать обрыв нуля в трехфазной сети и подать на выводы рассыпителя напряжение порядка 350-380 вольт и посмотреть, как оно себя поведет. Но у меня таких возможностей нет, поэтому я ограничусь малым. Выведу латор до предела и посмотрю величину выходного напряжения. 230, 240, 250, 260, 260, вот, 262 вольта. То есть, максимум мне, что мне получилось навести, это 200, ну, почти 261, 262 вольта. При таком напряжении, как видите, рассыпитель еще не срабатывает, поэтому могу сказать, что тест на повышенное напряжение, по сути, оказался незавершенным. Если у кого-нибудь из вас имеется опыт по испытанию РММ-47 напряжением свыше 262 вольт, то напишите, пожалуйста, в комментариях о результатах. Очень интересно узнать. Преимуществом рассыпителя минимального и максимального напряжения РММ-47 безусловно, является его стоимость. По сравнению с самым простым реле однофазного напряжения, его стоимость ниже и составляет на текущий момент порядка 1000 рублей. Как я уже говорил выше, рассыпитель занимает в щите всего один модуль. Это в основном касается тех, у кого в щите ограничено свободное место. Также рассыпитель имеет незамысловатую схему подключения про нюансы, которые я уже рассказал вам и отсутствие каких-либо настроек. На удивление, многие электрики боятся как огня различного рода крутилок и регуляторов, а скорее даже ответственности по их правильной настройке. Как раз таки с РММ-47 можно и не заморачиваться с этим. Подключил согласно схеме и устройство готово к эксплуатации. Но лично мне, как сотруднику электролаборатории, отсутствие каких-либо настроек наоборот не по душе. Люблю что-нибудь покрутить и порегулировать. К тому же я считаю, что вставку минимального напряжения можно поднять немного повыше, допустим до 180-185 вольт например. Хотя тут нужно учесть тех, у кого изначальное напряжение в сети сильно занижено. Загородные и сельские сети. Но вот мы плавно и перешли к недостаткам. Из недостатков в первую очередь я бы отметил отсутствие повторного включения или сокращенное ПВ автоматическое повторное включение, которое имеется практически у многих реле напряжения. Дело в том, что уехав на длительное время из дома и в случае срабатывания рассыпителя и отключения вводного автомата за весь день или несколько суток продукты в холодильнике могут пропасть. Ну наверное это мелочь по сравнению с тем, если бы вы лишились дорогостоящей техники. В том числе этого самого холодильника. В общем выбор остается только за вами. Рекомендовать и навязывать вам то или иное устройство я считаю неправильным. Так что же вы все-таки предпочитаете? Защиту с помощью реле напряжения, рассыпителя минимального и максимального напряжения, например РММ-47 или вовсе отсутствие какой-либо защиты на вводе. Свои ответы пишите в комментариях будет интересно услышать ваше мнение. А на этом я завершаю видео. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч. До новых встреч.